Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии. Марина Мышко и вот главные темы выпуска. Перепугались, не на шутку. В Канске люди запаниковали из-за горящей вокруг домов и АЗС травы. Так вот пройдешь, на тебя обрушится, ну, как бы страшно, конечно. Опасный склон в Красноярский грунт сползает между улицами Красной Армии и Ады Лебедевой. Голодной-то сидеть не будешь. Все равно приходится идти, и ходить-то больше некому. Пожилые люди края то и дело нарушают правила изоляции при ковиде. Между тем врачи отмечают всплеск заболеваемости именно среди них. Лебедь на пруду в Норильске на одном из озер местные жители заметили одинокую птицу. В Канске из-за пала сухой травы произошел крупный пожар. Спасателям едва удалось отстоять жилые дома. Огонь подошел к ним практически вплотную. Из-за сильного дыма люди в панике выбегали на улицу. Под угрозой была ближайшая АЗС. Жуткие кадры ночного зарева и подробности происшествия в сюжете нашего СОПКОРа на востоке края Анастасии Мосиной. В Канске поздним вечером огнем охватила пустырь сухой травой. Пламя практически сплошной стеной двигалось в сторону жилых домов. В темноте и сплошном дыму сложно было понять масштаб ЧП. На место выехали сразу 9 пожарных машин и больше трех десятков спасателей. Тушение осложнял сильный ветер, который буквально перебрасывал искры по воздуху, моментально превратив все в огненный шторм. Страх и ужас охватили жителей. Из-за дыма они начали в панике покидать свои дома. Люди боялись, что пожар дойдет до автозаправочных станций. И тогда они просто взлетят на воздух. И действительно, огонь удалось остановить всего в нескольких метрах от АЗС. Плостается так, я ничего не понимаю. А потом смотрю и пламя. Я подумала, здесь дома горят. Да я чуть ли не бегом, а потом смотрю, что это за окружной. Там дома же есть эти. Кто-то вынес золу, видать, горячая была. А был ветер. Пожарным потребовалось больше двух часов, чтобы все потушить. За это время огонь успел разойтись на площади 7 гектаров. Красное зарево и клубы дыма было видно издалека. Привлекли также 28-ю часть, также привлекался воинская часть, арсенал. Работали по повышенному рангу пожара. По второму. Обошлось все, к счастью, без пострадавших и жертв. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают, кто пустил этот опасный пал травы. Виновнику грозит штраф. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости. И еще об одном пожаре, но уже в Красноярске, в высотке на улице Молокова загорелась квартира. Случилось это днем. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как сильный дым вырывается из окон на седьмом этаже. Пожарные на место приехали быстро из горящего дома. Они спасли шесть человек, двое из них дети. Еще 30 жителей эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара 25 квадратных метров. Причина возгорания пока не установлена. В Красноярске под угрозой обрушения еще один склон. На этот раз прямо в центре города. Администрация уже объявила режим угрозы ЧС техногенного характера. Речь идет об опасном участке между улицами Красной Армии и Ады Лебедевой. Там давно размывают грунт, случаются даже оползни. Почти вплотную расположены здания хостела и автомойки. Как там живут и работают люди, выясняла Елена Саткеева. Ей слово. Бетонные плиты уже просто зависли в воздухе. На опасном склоне то и дело ловят бесстрашных детей и подростков. Причем вся эта жутковатая картина в самом центре Красноярска. Место здесь совсем не проходное. Я бы даже сказала, его нужно постараться найти. Но все же угроза в случае обрушения для людей есть. Вот за этой стеной находится хостел, где в одной комнате может проживать до десятка человек. Неизвестно, насколько прочные здесь конструкции и чем в случае возможного ЧП обернется ситуация. Сами сотрудники хостела говорят, опасность понимают. Поэтому непосредственно за стеной только технические помещения. Уже два года они жалуются во все инстанции. Но только когда ситуация дошла до критической точки, увидели первых специалистов. До этого приходилось просто работать и надеяться, что стена не рухнет. У нас выбора нет. Страшно, но какой у нас выбор? Никакого. После того, как мы уже начали звонить постоянно в МЧС, несколько раз за лето это было. И начали звонить в какую-то оперативную часть города по всяким ситуациям. Ну немножко, немножко что-то начали. Они всегда отместят выходить на место. Ладно, мы тут работаем, нечасто здесь ходим. Но опять же, дети, тут вот женщина идет с коляской. Так вот пройдешь, на тебя обрушатся, ну как бы страшно, конечно. В администрации говорят о проблеме, знают давно. И все это время за сооружением следили. Вмешались они, считают вовремя. Здесь установили деревянную опору, вдобавок бетонной. С одной стороны участок оградили сигнальной лентой. Проблемы, тем более ЧП, быть не должно. Все обещают решить уже этой зимой. Ситуация остро, остро стала стоять в этом году. И как только она встала, мы тут же стали принимать меры. Первое, это должен быть проект, на основании которого будут выделяться деньги. На основании этих денег будут проведены работы. Весь алгоритм. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев проблема будет решена. Как пояснили власти, холода работам точно не помешают и даже будут на руку. Замерзший грунт схватывается гораздо лучше, а значит и укрепление будет надежнее. Елена Саткеева, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. Теперь о коронавирусе. Президент Владимир Путин рекомендовал губернаторам и руководителям предприятий на 4 недели перевести на удаленную работу сотрудников старше 60 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. За это время они должны вакцинироваться, а организм сформирует иммунитет. Также для прохождения вакцинации рекомендовано на 2 дня освобождать от работы всех сотрудников с сохранением заработной платы. Минздраву поручено открывать больничные листы не только тем, кто болеет ковидом, но также контактным и тем, у кого только подозрения на эту инфекцию. Кроме того, Владимир Путин поручил нарастить темпы вакцинации и увеличить объемы тестирования. Продолжает действовать запрет на проведение развлекательных мероприятий и на работу ресторанов и клубов в ночное время. Губернаторам поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. И сегодня под руководством губернатора края Александра Уса в правительстве прошло заседание оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции. На нем было утверждено, что нерабочими в Красноярском крае станут дни с 30 октября по 7 ноября. И вот новые печальные показатели. Главный санитарный врач по Красноярскому краю заявил о всплеске заболеваемости ковидом среди пожилых людей. Многие пенсионеры не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и зачастую выходят из дома без особых причин. К тому же процент привитых в этой возрастной категории в регионе до сих пор не достиг 50%. У меня дочка есть, она меня ругает, что я хожу за продуктами. Но я хожу из-за сердца. Потому что первый раз сидели и ноги отказали, и сердце стало плохо работать. Раз в неделю, естественно, что нужно. На неделю закупаем продукты и всё. Колодный ты сидеть не будешь. Всё равно приходится идти. И ходить-то больше некому, кроме нас. Ну я по делам. По каким? Тайна. Не тайна, девушка. Серьезно, тайна. В автобусе, в масках. А так вот где-то на расстоянии хожу, маленько сниму, раз, и всё. А там захожу, надеваю. Только в больницу или в магазины, вот только из-за этого. К гости мы не ходим, к нам в гости никто не ходит. У нас есть много знакомых, друзья, которые против этих прививок и не хотят ставить, и до сих пор не хотят ставить. Печальная статистика не мешает многим пожилым людям вести активный образ жизни. Хотя темпы роста заболеваемости ковидом людей старше 65 лет пугают. За последние две недели количество таких пациентов в нашем крае выросло на 59,5%. А ведь именно те, кто относится к этой возрастной категории, по данным Минздрава, чаще всего переносит болезнь очень тяжело. 70% из всех умерших от ковида – пожилые люди. Для того, чтобы ситуация стала хоть немного легче, нужно, чтобы как минимум 80% людей в возрасте привились. Я думаю, люди боятся того, что у них уже есть какие-то серьёзные диагнозы, и их эти диагнозы смущают. Они думают, что вакцина каким-то образом подействует и усугубит их основные заболевания. Но это не так. Все вакцины на сегодняшний день обеспечивают то, что они ещё в целом повышают общий иммунитет. Это очень важно. Нарушают домашнюю изоляцию и те, кто уже заболел ковидом. Аргументы те же. Выходить нужно, чтобы купить лекарства и продукты. Пожилым людям часто просто некому обратиться с такой просьбой. В таких случаях на помощь приходят волонтёры. Мы видим, что сейчас у нас растут опять заявки. Волна четвёртая, очевидно, к нам пришла. Мы доставляем продукты первой необходимости людям с диагнозом ковид-19, которые находятся на амбулаторном лечении дома. Это может быть еда, это могут быть лекарства, это может быть кошачий корм, корм для домашнего любого другого питомца. Какие-то предметы, которые вынуждают человека нарушить самоизоляцию, но от них никак он отказаться не может. Доставляют всё необходимое волонтёры бесплатно. Нужно только перевести деньги за сами покупки заранее. Номер, по которому принимают заявки, сейчас на экране. А в Москве, например, уже ввели особый домашний режим для всех, кому больше 60. Он продлится до конца февраля. Людям рекомендуется не выходить из дома без необходимости, хотя прогулки и занятия спортом вблизи дома не ограничиваются. Софья Лупинина, Павел Пателицын, Енисей. Новости. И ситуация с коронавирусом в целом. По краю день от дня становится только хуже. Количество заболевших продолжает расти. За прошедшие сутки заразился ещё 581 человек. Это на 91 больше, чем неделю назад. В лидерах по-прежнему Красноярск. Здесь 123 случая. По 34 новых пациента в Минусинске и Вачинске. 29 в Назарово. 28 в Канске. Выздоровели 458 жителей края. При этом на лечении в стационарах остаются 8,5 тысяч человек. 23 человека с диагнозом COVID-19 скончались. О школьном питании и что с ним не так сегодня пойдёт речь. В программе интервью. Гость в студии Анна Попова, исполняющая обязанности директора Красноярского центра питания. К слову, это уже третий руководитель данного учреждения за год. Почему до сих пор в столовых не могут внедрить новое меню, которое разрабатывали московские специалисты, и когда дети начнут есть обеды и завтраки, а родители будут уверены в их безопасности, полную версию беседы смотрите сразу после новостей. Я уезжаю в школу и пробую завтрак, и пробую обед. И, честно сказать, ту порцию, которую мне выносят повара, мне всегда хочется им сказать, что спасибо, но можно чуть-чуть поменьше, потому что я столько не съем, наверное. Я как бы на сегодняшний момент живая, здоровая, у меня не было ни одного пищевого отравления за полтора месяца. Едкий дым и хлопья сажи. Ачинцы жалуются, глотнуть свежего воздуха в городе просто негде. Тему продолжим через несколько минут. Казачинская, Лиссосибирск, Енисейск, Пировская, Большая Мурта. Лучшие танцевальные номера из Золотого фонда Годенко. В погоне за комфортом жизни и технологиями мы забыли, какая настоящая еда на вкус. Прислушайтесь к себе. Представьте, каким бы вы хотели видеть этот мир. С чистыми полями, натуральными продуктами, едой, дающей нам силы. Возьмите всю энергию, которую дает нам природа. Знакомьтесь, единый бренд органической продукции Красноярского края «Сибирь Органик». Где купить теплый пуховик или стильную меховую парку? Идеальный пуховик должен быть натуральным и, конечно же, стильным. А еще, чтобы подходил к любому образу. Или модель оверсайз всего 5000, а пуховик платья создаст женственный силуэт. Модный комиссионный маркет «Молокова-1», «Корпус-1». Санаторий-профилакторий «Березка» приглашает на лечение. Кислородотерапия, которая очень важна для восстановления легочной ткани, если вы, не дай бог, перенесли коронавирус. Это и общая магнитотерапия, и ванны бешофитовые, любимые нашими всеми отдыхающими, и грязь, и озакирит. Масса других процедур, которые позволят восстановить подвижность и позвоночника, и суставов. «Березка» – ваш партнер в мире здоровья. Только новые изделия, только новые коллекции. По последним трендам, по доступным ценам. Приходи и убедись. «Анель» – одежда, которая вам подходит. Атмосфера печати. Широкоформатная печать. Наружная реклама. 272-88-72. Оптовая база «Хоскомплект» предлагает новогодние товары оптом. Ёлки, гирлянды, игрушки, широкий ассортимент и доступные цены. Доставка по городу и краю. Подготовьтесь к Новому году вместе с нами. «Хоскомплект». Выгодно. Удобно. Надежно. Только до 30 ноября. Минус 20% на обновление дома. Диваны, амулет и соренто. Сеть мебельных салонов КМК. Всегда удобно. Наш телефон для ваших сообщений. 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. Откопать и нечем дышать. Ачинцы жалуются на едкий дым и хлопья сажи. К вечеру город накрывает плотным смогом. К утру он рассеивается. Но машины, окна и даже пешеходные тропинки покрывает странный налет. Подробности в материале далее. На земле не идет. Но он прям на свету видно хорошо. Едким дымом возмущаются Ачинцы. Город накрывает чуть ли не каждый вечер. Воздух становится настолько плотным, что соседние дома едва видно. Дышать невозможно. Отгаристый невыносимый запах жженой пластмассы. И сделать глоток чистого воздуха, говорят жители, в городе вообще негде. По всему городу какая-то дымовая завеса. Запах очень тяжелый. И такое ощущение, что глаза режет. Солнечный юго-восток привокзальный смогом накрывает весь Ачинск. При этом дымка, рассказывают местные, опускается на город вечером. К утру воздух становится прозрачнее, но все вокруг покрывают хлопья сажи. В странном налете окна и машины. Вот такой у нас чудесный налет. Просто вот так вот он въедается в машину просто, если его не уничтожить сразу. Сегодня у нас во дворе снова все всажено. На копоте сажу Ачинцы жаловались и ровно месяц назад. Тогда бледно-серый налет покрыл десятки машин по всему городу. Водители тоже говорили, слизь отмывается с трудом и оставляет разводы. В Краевом министерстве экологии подтвердили, в конце сентября в городе действительно был грязный воздух. Концентрация сероводорода была превышена больше, чем в полтора раза. В Ачинске есть автоматизированный постнаблюдение. Данные обновляются каждые 20 минут и попадают на сайт министерства. Мы отправили очередной запрос в ведомство и там пообещали рассказать, чем в эти дни дышали люди. Мы продолжаем следить за ситуацией. Анастасия Тель, Енисей, Новости. Глина и грязь – место дороги. Жители десятка СНТ в Березовском районе недовольны тем, как идет ремонт основного проезда к их домам. По планам работы закончат только через год. Однако у людей уже есть претензии к качеству материалов и к технологии. В теме разбирался Антон Тишаков. Ему слово. Итак, 6 километров. Сейчас основная дорога для десятка СНТ – это не щебенка с песком, а широкий слой глины. После дождя ездить по такому покрытию невозможно. Машины не могут набрать скорость, скользят по грунту и рискуют вылететь на обочину. Люди, которые приезжают в свои дома, негодуют. Долгожданный ремонт сделал единственный путь вообще невыносимым. О плохом состоянии дороги. Все говорят, лучше бы все с ямами было. Но такой не было. Люди идут с остановки, с малого кускуна, надевают сапоги, переодевают, потому что здесь невозможно ходить просто в кроссовках или так далее. Вот точно прошел у нас, и машина просто вязнет она. Ремонт здесь начался в августе. По планам работы закончат в октябре следующего года. Однако жители уверены, нормальную дорогу к этому сроку они не получат. Претензии есть и к материалам, которые используют рабочие. Люди считают, что они низкого качества. Проектная стоимость этой дороги – порядка 40 миллионов рублей. То есть на обустройство каждого километра тратится больше 5 миллионов. А это дорога в СНТ, которую никогда не ремонтировали. И она мало чем отличается от основной. В краевом управлении дорог говорят, что знают о недовольстве людей. Однако сейчас работы еще не завершены, и говорить о результате рано. Еще будут выполняться работы по дополнительной отсыпке щебнем крупной фракции. Соответственно, сейчас говорить итоги, подводить итоги и оценивать качество еще рано. В любом случае, после окончания работы комиссия в составе заказчика, проектной организации, подрядчика, а также будут приглашены общественные контролеры. Мы выйдем на объект и работы оценим. И, соответственно, если они будут соответствовать нормативным требованиям, работы будут приняты. Есть и хорошая новость. Работы на 6-километровой дороге планируют завершить не на следующий год, а уже через две недели. И вот тогда, если жители будут недовольны финальным результатом, они смогут высказать все претензии комиссии, которая будет принимать объект. Антон Тишаков, Иван Дерапеев, Енисей, Новости. Показатели аномальные. Синоптики дали оптимистичный прогноз на последнюю неделю октября. Подробности в продолжении выпуска. Продается квартира площадью 51,4 квадратных метра. Партизанский район, поселок Мана, улица Школьная, 22. 8-960-752-72-25. 8-960-752-72-25. Медицинский центр защиты здоровья – это лечение грыж без операции. Вы сможете забыть о боли при защемлении и деформации позвонков. Тракционный стол – это безболезненное лечение позвоночника. Мануальная терапия, блокады и плазмотерапия. Город Красноярск, улица Баграда, 132. Встречайте новинки сезона. Качественные теплые куртки и пуховики по ценам фабрик производителей. На Матросова 18 и Авиаторов 5. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5, 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города, а также 70 экранах сети формата. Рекламная компания «Илан». Город теперь ваш. Именно здесь, на Ленина 118, вы узнаете, как законно списать долги по кредитам. Звоните 245-87-83. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Распродажа. С 15 по 30 октября в ДК комбайна строителей теплые натуральные унты из Якутии для мужчин и женщин. А также удобная белорусская обувь с большой полнотой по доступным ценам. ДК комбайна строителей. Баграда, 134. Наш телефон для ваших сообщений 236-0136. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. А сейчас о погоде. Последняя неделя октября в Красноярске будет аномально теплой, но пасмурной. По прогнозам федеральных синоптиков, в некоторых районах края температура будет выше нормы на 10-12 градусов. В Красноярске днем ожидается плюс 10-15, ночами заморозки до минус 2. Погоду подпортит сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможен дождь. В Красноярске активно готовятся к зиме. На стрелке обустраивают специальную площадку для катка. А на правом берегу фонари украшают новогодние иллюминации. Подробности в блоке коротких новостей. В Красноярске на Пашинном этой ночью сгорел частный дом. Огонь начал распространяться около половины третьего. Потушить пожар удалось только ближе к 6 часам утра. Здание полностью выгорело внутри. Также пострадала кровля на площади 20 квадратных метров. Известно, что в доме никто не жил. Здание в скором времени планировали снести. Спасатели называют в качестве предварительной причины происшествия умышленный поджог. С 30 октября по 15 марта будет закрыт проезд на участке проспекта Мира в районе БКЗ. Нельзя будет там и припарковаться. Все из-за работ по устройству нового открытого катка. Как мы рассказывали ранее, в этом году там стартует проект «Зима на стрелке». Там же на стрелке продолжается строительство пешеходного моста. Накануне строители смонтировали все аванты и теперь стали видны очертания новой переправы. Осталось только положить асфальт, установить ограждения и фонари. Закончить работы подрядчик планирует в декабре. Благодаря этому пешеходнику мы соединим всеми любимую набережную и площадь перед БКЗ. Пишет в своем инстаграм-аккаунте глава Красноярска Сергей Еремин. На улице Павлова фонарные столбы начали украшать гирляндами, подобно тому, как это сделано на проспекте Мира. Развешать иллюминацию здесь решили после масштабного ремонта проезжей части тротуаров. Планируется, что теперь улица станет одной из главных магистралей правого берега. А значит и выглядеть должна соответствующе. Таймырское чудо в перьях в Норильске. На техническом озере Долгая замечен одинокий белый лебедь. Вероятно, он отбился от стаи. Все его сородичи уже покинули крайний север, улетев на зимовку. Жители Норильска в интернете активно обсуждают судьбу птицы и предполагают, что она ранена, больна или потеряла пару, поэтому остается на месте. Непонятно, чем питается одиночка, ведь обитает он на мертвом водоеме, в котором никто не водится. Отмечу, что лебеди – частые гости на Таймыре. Они прилетают весной и улетают в начале октября. Сколько продержится эта птица, неизвестно. Синоптики прогнозируют, что уже на этой неделе в Норильске сильно похолодает. И у меня на этом все. Напоминаю, телефон редакции 236-0136. Обязательно звоните и рассказывайте ваши новости. Всего вам самого доброго и до встречи. Ярмарка белорусской обуви и российских пуховиков продолжает свою работу, пополнив ассортимент. Более тысячи моделей верхней одежды как для мужчин, так и для женщин. Наружная пропитка пуховиков отлично защищает от промокания в холодную и влажную погоду. Высококачественные наполнители из верблюжьей шерсти, лебяжьего пуха и биопуха сохраняют оптимальную температуру тела, при этом не утяжеляя пуховик. Продавцы уверяют, цены здесь напрямую от российских производителей, поэтому никаких переплат. Размерный ряд тоже впечатляют до 72-го. Выставка понравилась, большой выбор. Приобрел пуховичок зимний. Ну приедем с женой еще, посмотрим обувь. Понравилась тут. Здесь же вы можете подобрать себе и демисезонную обувь, продолжает работа ярмарка белорусской обуви, которая еще больше расширила свой ассортимент. Вся наша обувь идет на комфорт. Высокий взъем, широкое голенище, упирающая косточка. Здесь вы без труда подберете себе пару обуви, как мужскую, так и женскую. Из особенностей нашей обуви это специальное покрытие полифит, которое препятствует промоканию в холодную дождливую погоду. Также специальная подошва антилед, женские размеры до 44-го, мужские до 49-го. Я вообще на ярмарке первый раз и сюда пришла специально посмотреть. Я себе подобрала ботиночки осенние, зимние у меня есть, поэтому спасибо организаторам. Успевайте за покупками до 31 октября включительно. Ярмарк работает в ДК Краза и ДК Свердловский с 10 до 19.00. Прогноз погоды в Красноярском крае на вторник, 26 октября. В Туруханском районе, на юге Таймыра и в Ивенкии, ожидается преимущественно облачная погода. На части территории пройдет снег. Ночью от минус 3 до минус 16. Дневная температура от минус 14 до плюс 3 градусов. В северной группе районов Красноярского края облачность, повсеместно дожди. Ночью минус 1 плюс 2. Днем плюс 6 плюс 8 градусов. В восточной части региона облачно, небольшой дождь лишь местами. В темное время суток до плюс 2. Днем до плюс 9 градусов. В центральных районах Красноярского края облачная погода, без осадков. Ночью 0 плюс 6. Дневная температура до плюс 11 градусов. В западной группе преобладает облачность. Осадков не ожидается. Ночью от 0 до плюс 3. В светлое время суток плюс 9, плюс 12. На юге Красноярского края облачно, без осадков. Ночью минус 2 плюс 6. Днем до плюс 13 градусов. В Красноярске 26 октября облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 3. Днем до плюс 10 градусов. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...